Когда я разговариваю со спонсорами, я отчитываюсь перед ними, вообще чем занимаются их дети, какой у них настрой, что их волнует, что их интересует. На данный момент времени их больше всего волнует и интересует взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между полами. Со мной можно соглашаться, можно не соглашаться, можно иметь свое мнение специальное, особенное, понимаете, но если я объясняю положение полов как мастер хора, то я объясняю ее в первую очередь с позиции природы, а не с позиции, что там придумал Байден. Ох, как хорошо сказал. Прям самому понравилось. Таким образом их сбивают с толку. Для чего это делается? Я вам объясняю, я им этого не объяснял. Для чего нужен третий, пятый, двадцать пятый пол? В природе два пола – это норма. Норма для того, чтобы происходило рождение. Если какой-то сбой происходит, мы знаем, что это не получилось ни то и ни это. Но в целом это два пола. Третьего пола не существует. Два пола, потому что они могут породить следующего. Других вариантов не существует. Но то, что в природе процентов 10 людей подвержены, вот их психика подвержена вот этой динамике, движению, это нормально, так устроена природа. Здесь ничего такого сверхфантастического нет. Но первое, нам запудрили мозги, нашим родителям запудрили мозги. И это делалось столетиями, особенно в темные средневековья. Два пола – это жесткая система. А если появляются вот эти самые люди, которые попадают в 10-процентное состояние, то, понимаете, их не столько Бог волнует, сколько природа волнует, потому что они заняты собственной природой и поиском себя. Кто они такие? Вы понимаете? А я, естественно, объясняю им природу, что природа устроена вот таким образом. 10% – это вот так. В итоге на Западе появилась практика магнетизма, магнетизеры женщин вводили в состояние кризиса. Кончалась эта истерия, истерией, пены изо рта, бьются о пол и так далее, и так далее. Причина. А потому что одно место было зажато. Они не могли сдвинуться ни влево, ни вправо. И таким образом, понимаете, над ними была поставлена жесткая власть. Причина этой власти – любая женщина, даже самая слабая, сильнее любого самого сильного мужчины. Спрашиваются, а как случилось так, что женщина и мужчина, в общем-то, влюбляются, и между ними налаживается гармония. Так вот, женщина более пластичная. Если она кого-то полюбила, она под него подстраивается. Это происходит бессознательно. Понимаете? Ну, знать надо, что женщина в реальности сильнее. Вообще-то, мы когда рождаемся, наше начало женское, не мусское. Мы не рождаемся сразу мужчинами. В начале женская платформа. И только вот с этой женской платформы получаются мальчики и девочки. Не по-другому. Таким образом, мы все носители некого материнства. Материнство по природе. К чему это материнство относится? В общем-то, к гравитации. К силе, к тяжести. Но должна быть еще другая энергия, чтобы человек как-то повторил свою мать, мать-природу. А в прямом смысле, это наша Земля. У нас есть также магнитный полюс. Магнитное пространство, магнитное поле Земли. Понимаете? И мы точно копируем ее копии. Земля – это мама. Материя. Материальный мир. То есть, из материального мира все начало рождаться. Мы видим тело. Но мы не видим гравитации. И мы не видим магнитного поля человека. Соответственно, в двух диапазонах мы уже слеповатые. А энергия, магнитическая энергия, она магнетизм, маг. Понимаете? Маг красный, половая энергия, сексуальная энергия. Все завязывается на эту энергию. Потому что магнетизм человека, его интеллект, вне этой энергии, он не существует. Он не может жить. Посмотрите, что происходит с животными. Они просто друг друга калечат, убивают в битве за самку. Ничего не понимают. Понимаете? Все отключается. Насколько это сильные, мощные энергии. И от них получаются лучшие. В человеческой природе этого нет. Таким образом, мы уже как бы нарушили законы природы. У нас любовь срабатывает. Несколько другие принципы. Ну, было-то так. Наши ближайшие по природе родственники, обезьяны. Там обязательно должен быть свой президент. У него должен быть свой премьер, премьер-министр и прочее, прочее. И все вокруг него. И иерархия. Животный, коллективный мир, он устроен вот таким образом. Мужской мир точно так же устроен. Ну, естественно, сексуальная энергия для мужчины является доминантной. Она все равно из него прет. Понимаете? А так как его силы уходят на битву, а у женщины не происходит этого, перераспределение происходит. Посмотрите, мужская концентрация внимания и сексуальная энергия – это та же битва. Любой зверь, любое животное прижимается к земле. Понимаете? То есть проявляет усилия. Он погружается в силу, чтобы противостоять противнику. В этот момент его тело, его физиология начинает работать совершенно иначе. Он начинает терять понятие жизнь и смерть. Понимаете? Он освобождается, собственно говоря, от своего «я». Эта сосредоточенность свойственна мужчинам. У женщин сосредоточенность несколько другого порядка. Ну, у других несколько энергий лежат в этом смысле. Их сосредоточенность во внимательности. Понимаете? Они больше слушают природу. И любая женщина знает, что в кухне мужчина потеряет себя. Ему нужна одна ложка, одна вилка. Понимаете? И если поставить второй стакан, он его не найдет. Он заблудится там. То есть ему нужны конкретные цели, и чтобы им ничего не мешало. Женщинам нужно много целей. Таким образом, между концентрацией внимания мужчины и концентрацией внимания женщины уже есть разница. Раз концентрация внимания, то, что называется в христианстве «Отец», а у индусов «Шива», когда мы сосредотачиваемся, посмотрите, я даже пытаюсь, независимо от себя, я как бы приседаю. Я вот так не сосредотачиваюсь. Любой человек при желании сосредотачиваться, про проявление активного внимания включается все телом, он сжимается. Понимаете, чтобы быть максимально эффективным. Нам повезло, что я легко читаю собственное тело. И читая собственное тело, это моя школа, мой университет. Соответственно, я так же легко вижу в других людях и подтвердил это динамическими тренингами. Очень быстрые тренинги. То есть от какой-то точки до какой-то точки, когда люди должны проходить лет 20, они просто буквально, ну, месяц, два, три, не больше. Это более сложная система, чем просто видеть человека. Это динамическое, если я в динамике, в жесткой динамике, когда люди калечат, ломают друг друга, вижу это и могу контролировать это, и приучал их контролировать это. То есть приучал звериные состояния, убей, контролировать, как на ненанесение травм, потому что это человек. То есть мораль очень такая жесткая, если ты не можешь пощадить врага, то и враг не обязан этого делать. Вы никогда не договоритесь. То есть где-то кто-то должен остановиться. Вот, когда руки доходят из состояния, когда они не могут принести вред, человек серьезно меняется. Он вступает, ну, я бы сказал, в духовное пространство. Он просто не может принести вред, потому что его руки уже табуированы, он больше чего-то, что-то сделать не может. Он останавливается. Вот приблизительно этому я учил в динамических тренингах. У нас не было травм, не было травм, даже если я орудовал ножом. Достаточно жестоко. Ни одной травмы. Красные полоски остаются, а потом отходят. И все. То есть они обучались, погруженные в транс. Потому что в обычном состоянии мучиться, просто вот мучиться невозможно. А пребывать в погруженном трансе очень тяжело, очень сложно. Там человек может пребывать, ну, буквально секунды. После чего он начинает задыхаться. Просто ему не хватает собственной энергии. Спрашивают, что это в чем дело? А мы по природе растеряли это. Потому что вот этих игр сексуальных столкновений, они исчезли. Понимаете, вот это звериного состояния сосредоточенности, звериного состояния, человек потерял. Таким образом, по природе, как бы транс потерянный. Но пока мы живы, никуда ничего не пропало, никуда не исчезло. Просто в нем необходимости нету. Исчезло. Итого, центр веса – это ваш гравитационный центр. Живой гравитационный центр. Он напрямую связан с Землей. По-другому быть не может. Если не верите, можно подпрыгнуть и посмотреть, куда вы шлепнетесь. То есть наш центр привязан к гравитации Земли. Но кроме гравитации Земли, есть его магнитное поле точно так же, как и у нас. Пока это магнитное поле находится в живом человеке, она связана с гравитацией, с центром гравитации. А само магнитное поле полностью заряжено на сексуальную энергию. Их отделить друг от друга невозможно. То есть человек активен, человек жив, когда в нем сексуальная энергия бурлит. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...